На этой неделе оперативка проходила непривычно в понедельник, а необычно во вторник. Вообще график сбился, после трех дней выходных всем было очевидно трудно проводить это мероприятие, потому оно было мучительно пустым, но слава богу коротким, всего 45 минут, мучились члены правительства на оперативном совещании. Поначалу даже не могли настроить фокус камеры, и дорогой Радифаритович тонул в каком-то тумане и расплывчивости, потом кое-как оператор поймал его фокус, но в общем начали с поздравлений и назначений. Именинников на прошедшую неделю было много, всех их Радифаритович душевно поздравил, я не буду их упоминать, потому как фигуры это малозначительные. А вот по поводу кадровых назначений надо остановиться и обсудить. В частности, Хабиров официально сообщил о том, что назначен новый министр экологии и природопользования, это Искандаров Урал Салаватович. Хабиров даже отдельно выделил, что экс-судья арбитражного суда. Это решение стало известно еще на прошлой неделе и, конечно, очень бурно обсуждалось в кругах медийных и так далее. Совершенно нелепое, непонятное назначение. То есть вот эта привычная манера назначать на высокие посты юристов, либо людей, которые где-то с тобой вместе учились или работали, она уже начинает так тихо раздражать общественность Башкортостана. Не ровен час и на пост министра здравоохранения или культуры назначат какого-нибудь юриста или бывшего судью. Совершенно непонятно, каким образом квалификации господина Искандарова позволят ему плодотворно исполнять обязанности министра экологии и природопользования. Дело в том, что нельзя заменять министра юридическим отделом. То есть человек хоть чуть-чуть должен быть немножко профессионал в своей отрасли. Я не могу судить о том, насколько профессионалом был Фаткулин, но, по крайней мере, Искандаров по определению и по образованию не подходит на это место. Однако Ради Хабиров, очевидно, лично принял это решение. Искандаров уже, пожалуй, месяца полтора по Уфе рассказывал всем, как он идет служить министром в правительстве. Правда, не говорил в какое, и народ так тихо хихикал, что же за волшебное министерство будет создано или подобрано этому бывшему судье. Но вот, оказывается, Министерство природопользования. Хабиров напутствовал Искандарова тем, что министерство должно начать работать более энергично. Пустился в воспоминания позапрошлой недели о том, как накрыли где-то там в Баймаке какую-то жуткую банду, которая камень там доставала, разрабатывала прямо. И как-то Хабиров его так потрясало, ему так нравилось об этом говорить. Хотя в конце он оговорился, что это вовсе не самоцель для него камень. Не уперся он в этот камень, а вот самоцель наладить процессы и так далее. Ну, в общем, напутствия Министерства даны. Юрист министром экологии назначен. Аллилуйя. Продолжая вводную часть, Хабиров рассказал о том, что на прошлой неделе были подведены какие-то промежуточные итоги по поводу инвестиций в Республике Башкортостан. И он назвал две цифры, которые категорическим образом между собой не сочетались, по крайней мере, в той словесной связке, которую он использовал. Хабиров сказал, что инвестиции выросли на 13,6%, и это составило 106 миллиардов рублей. Но, простите, если рост составил 106 миллиардов рублей, то вообще инвестиции должно быть 780 миллиардов рублей. А это на самом деле не так. Тут, конечно, большие проблемы с арифметикой. Я полагаю, что вообще всего речь шла о том, что 106 миллиардов рублей – это всего инвестиции. И та цифра, конечно, вызывает большие сомнения. Хабиров не расшифровал ее, не рассказал, в какие проекты это все было инвестировано. Как правило, у нас вот эта вся статистика итоги и итоговые черточки внизу под ведомостями, конечно, носят весьма лукавый характер. Вспомним только один инвестпроект Москова на 32 миллиарда, какой-то там логистический центр. Как-то мы-то вот вспоминаем, а никто больше пока о нем не вспоминает. Где этот логистический центр, который победно там с какого-то форума привезли и нам рассказали. Начался строиться этот логистический центр? Хороший вопрос. Логистический центр Далее последовал дежурный вопрос о ситуации на дорогах в ЖКХ и чрезвычайных ситуациях. Обычный набор докладчиков в этот раз немножко был разноображен тем, что господин Беляев у нас отбыл в отпуск, и вместо него выступала зам Головачева Ирина Александровна. Собственно, спичрайтер, видимо, у них один и тот же, потому что Ирина Александровна сообщила нам ровно то же самое, что сообщал Беляев, что в Багдаде все спокойно. Все по плану, все по графику, отключаем как надо, включаем как надо. Далее традиционно следовал Мухаммедьянов Тимур Афисович, который произнес традиционную мантру о том, что все прекрасно снижается ДТП, снижается смертность и все замечательно. Но тут Хабиров не позволил ему ограничиться вот этой формальностью, вмешался в его доклад и задал неожиданный вопрос. Я, говорит, тут по городам езжу, а когда начнете разметку делать? Задал наивный вопрос Ради Фаридович. Ради Фаридович Мухаммедьянов встрепенулся и повторил то же, что он сказал две недели назад. Ну, там города попросили еще на месяц отложить, при том, что уже осталось всего две недельки, а Ради Фаридович-то по городам ездит, а разметки-то все нету. Ну, в общем, конечно, некрасиво получилось, но, судя по всему, конечно, вот эти грандиозные планы по поводу разметки исполнены традиционно не будут, а денежки никто считать не будет, а это, ну, совершенно сумасшедшие миллиарды рублей, если посчитать всю разметку по всей Башкирии, уследить за ней толком никто не может, ввиду гигантской площади и протяженности дорог. Вот, как бы, снежок потом занесет дороги и будет считаться, что мы в прошлом году сделали разметку, а в будущем году героически снова ее начнем делать. Я помню год или два, когда в Уфе не делали вообще разметку. Случилось такое несчастье, я помню, что то ли денег не было в казне, то ли их подчистую украли. Ну, судя по всему, мы тихонько идем примерно к такому варианту, что там на проспекте Октября и на проспекте Салавата Юлаева будет лежать такая жирная толстая отметка, через которую не всякое колесо переедет, а в других местах никакой разметки вообще не будет. Ну, в общем, Тимура Рафисовича очередной раз поймали, и он очередной раз выкрутился. Далее в рамках этого же традиционного оперативного доклада докладывал Гумеров Фарид Рифович, председатель комитета по чрезвычайным ситуациям. Собственно, ничего необычного в докладе не было, кроме того, что ему пришлось упомянуть очередную проблему с экологией. Опять погибла рыба, теперь уже в толбазах. Вообще вот эти события с отравлением водоемов в последнюю неделю у нас прошли каким-то веером, чередой. В Уфе масляное пятно на белой, значит, изяк, значит, ПЛФ, вот сейчас толбазы, еще какой-то в Ишимбайском районе, в каких-то озерах, значит, подохла рыба. В общем, это принимает массовый характер. Все это говорит об отвратительном уровне мониторинга экологической ситуации, абсолютном отсутствии контроля за стоками и сбросами промышленных предприятий и крупных сельхозхозяйственных предприятий, которые являются, кстати говоря, очень серьезными угрозами для экологической обстановки. Я имею в виду крупные свинокомплексы и прочие фермы, и в том числе и птицефермы. Контроля за этими объектами никакого, мониторинга экологической обстановки никакой, состав воды проверяется только тогда, когда начинает умирать рыба. В общем, конечно, ужас-ужас. Но, тем не менее, доклад никакого там впечатления на хабирование произвел. Он прекрасно понимает, что сделать он сейчас ничего не может, а лучше ничего не говорить, иначе получится нехорошо. На протяжении этого доклада было забавно наблюдать. Камера ходила по залу, и я отметил для себя, что в левом ряду сформировалась некая скамейка штрафников. Рядом сидели Файзрахманов, Киреев и Полставалов, мрачные такие три богатыря. Значит, люди, которые очевидным образом проштрафились на предыдущих оперативках, либо какими-то иными своими действиями. Далее последовал самый интересный доклад на этой оперативке, остальные были ужасно скучными. Вторым номером докладывал министр сельского хозяйства Файзрахманов Ильшат Ильдусович о ходе уборочных работ в сельском хозяйстве Республики Башкортостан. Очевидно, что Ильшат Ильдусович каким-то образом был сильно взволнован, либо возбужден, я не знаю, либо он не выспался. Но, в общем, его сильно так потрясывало. Он без конца пил воду, заикался и нес, ну, абсолютную ахинею. Вот извините за выражение. Поначалу-то он еще ничего пытался цифрами как-то внятно оперировать, сообщил нам, что вместо традиционных 4 миллионов тонн зерновых культур он в этом году героически соберет только 3 миллиона тонн. Что урожайность у него 22 центнера с гектара в среднем, ну, прямо скажем так, слабенькая 22 центнера. А дальше пошла какая-то непереводимая скороговорка. Он просто вот как из пулемета выдавал термины и цифры. У него шел гектар 1000, урожайность процент 100, гектар 1000, миллион 100. В общем, это было абсолютно невоспринимаемо на слух. Хабиров сидел как зомби, значит, так вот, ну, куда-то в сторону смотрел, покашливал, значит, зал чесался, мял лицо. Там Сидякин героически пытался не заснуть, постоянно, значит, поправляя лицо Мурзагулов. Вообще сидел вытянув шею, окаменев, видимо, он боялся моргнуть, чтобы тоже не заснуть. В общем, конечно, этот доклад большим испытанием стал для зала. Но если поставить на медленную скорость речь Фазрахманова, то можно обнаружить внутри этой речи совершенно чудовищные конструкции. Дабы нам не нарваться на очередной иск от Министерства сельского хозяйства о защите чести и достоинства дорогого министра, я процитирую его дословно. А именно, сказал Фазрахманов, например, вот такую фразу. «Технологические возможности имеются в парке зерноуборочных комбайнов, позволяют ежедневно обмолачивать до 65 тысяч с гектара». Конец цитаты. «Если эту фразу прочитать три раза, то все равно становится ничего непонятно. Какие 65 тысяч? 65 тысяч с чего? С какого гектара?» И вот примерно из таких фраз состоял почти весь доклад Фазрахманова. Единственное, что я понял внятно, это то, что ему не хватает сушильных мощностей, но под самый конец доклада Фазрахманов очевидным образом перепутал урожайность и влажность, сообщив нам, что 22% у него урожайность при норме 12%. На самом деле, конечно, речь шла о влажности при уборке зерновых культур, но вот подобная культура докладов и вообще подача информации в правительстве – это что? Я в прошлый раз еще говорил о том, что, дорогой Радий Фаритович, отмотайте назад на июнь, посмотрите, что вам тогда говорил Фазрахманов. А сейчас, дорогой Радий Фаритович, я вам советую взять карандаш, стенографистку, полностью переписать то, что сообщил Фазрахманов в устной форме и попытаться вникнуть в это. Зачем вообще вот эти доклады происходят? На самом деле это или какая-то профанация, или какое-то издевательство, потому что, с другой стороны, над кем издеваются? Вроде как не над нами, да? Зрителей, кстати говоря, у этого события становится все меньше и меньше, и я еще и отметил, что за сутки, например, вот этот сюжет по оперативке набрал всего 15 лайков. То есть, очевидно, что Фазрахманов издевается над Хабировым. Тут получается такая штука, они его изматывают вот этими докладами, что ли, чтобы что? Ну, в общем, непонятно. Я не понимаю, зачем нужно предпринимать вот такие вот титанические усилия для того, чтобы занять время, мучить уставших после праздников министров и измываться над, например, господином Сидякиным, который просто страдал в первом ряду. Все последующие вопросы вчерашней оперативки были абсолютно пустыми, абсолютно скучными. Я постараюсь потратить на них минимум времени, чтобы не отнимать время наших зрителей. Третьим вопросом министр образования Республики Башкортостан Хажин Айбулат Вакилович доложил о ходе реализации проектов «Современная школа», «Поддержка семьи, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего» и «Молодые профессионалы». Особенно ничего не сообщив, господин Хажин отметил, что по двум из этих пяти проектов нулевое финансирование пока, это «Поддержка семьи» и «Цифровая образовательная среда». По остальным там все ни шатка, ни валка, и в Республике будет построена 21 новая школа. Это самое главное, что сказал господин Хажин. Не знаю, при чем здесь учитель будущего или цифровая образовательная среда, но в общем 21 новая школа. В целом господин Хажин отметил, что контрактация процессов по этим всем проектам составляет всего 50%. Напомню, у нас к середине подходит август, и в общем-то 50% это уже становится маловато. Вообще, в последнее время в докладах, которые в основном крутятся о ходе реализации федеральных либо региональных проектов, проскакивают очень тревожные данные о реализации этих проектов. Я имею в виду финансовое воплощение. Иногда это 10%, иногда 20%, иногда 50%. Вот как в данном случае дело идет к тому, что правительство Республики не сможет освоить выделенные средства на свои проекты. И по многим проектам это просматривается. Так как особенно обсуждать доклад господина Хажина не представляется возможным и интересным, я бы хотел вернуться к его предыдущему докладу. В прошлый раз на оперативке он докладывал про вот эти вот замечательные смарт-школы, и мы почему-то о них говорить не стали. Ну, мне показалось это как бы, ну, хорошее дело, школы откроют, молодцы. Но после того, как прошла эта оперативка, как сказать, учительская, преподавательская и прочая общественность, очень сильно среагировала, на самом деле, на этот доклад, был совершенно феноменальный поток критики. Я вот, честно говоря, не специалист, не знал. Оказывается, вот эти вот полилингвальные школы, они находятся вне, вообще-то, возможностей государственного образовательного стандарта, и грамотные люди задали один всего лишь вопрос. А как они это реализуют в рамках государственного образовательного стандарта? Это невозможно. И вот это, конечно, меня очень опечалило. Я-то думал, что сделали хорошее дело, смотрите, там, какие-то супер-пупер-современные школы, а оказывается, ничего не получится. Никаких этих полилингвальных школ не будет, да и учителей, собственно, туда найти не могут. И выяснилось, что ни одного, например, учителя математики и физики, который умеет преподавать свой предмет на английском языке, у нас в Башкортостане не существует. Ну и так далее. В общем, конечно, у господина Хажина не все так разноцветно, как он пытается представить. Но посмотрим, чем все это закончится. Далее последовал доклад абсолютно наискучнейший, наипустейший о реализации проекта «Социальная активность». Самым интересным в этом докладе был докладчик. Неожиданным образом министром молодежной политики и спорта был представлен некто муслимов Павел Ильич. Судя по всему, я что-то пропустил. А куда же делся наш обожаемый, ну не всеми, по крайней мере, хотя бы сенаторами от республики Башкортостан, господин Хабибов, ну этот золотой мальчик и вообще чудо, прелесть и красота, что тихо уволили, а где об этом сообщение? Я, честно говоря, в интернете не нашел, но тем не менее Павел Ильич Муслимов в титре шел как исполняющий обязанности министра молодежной политики и спорта. Ну да ладно. Павел Ильич поведал нам о том, что он героически, получив 10 миллионов федерального финансирования, вовлечет за этот год 20% населения в добровольчество. Павел Ильич использовал весьма своеобразную лексику, он без конца употреблял слово «нету». Конечно, большой вопрос, печатное это слово или не печатное, в том смысле, что можно ли его использовать в таком официальном обиходе, но, в общем, рисков недостижения показателей у него нету, рисков освоения бюджетных средств у него нету. В общем, 20% хочешь не хочешь, население будет вовлечено в добровольчество, и вы не доположь. Ради Фаридович намучительно дослушал этот недлинный доклад и спросил только, рисков-то у нас нету, ровно идем? Да, ровно идем, сообщил Павел Ильич. Понисходящий был совершенно уже неперевариваемый вопрос о финансовой поддержке семей при рождении детей в Республике Башкортостан, создание условий для дошкольного образования детей в возрасте до 3 лет и какой-то проект старшее поколение, о котором вообще не шла речь. Не буду переводить на русский язык то, что сказал министр труда и социальной защиты Мельников Юрий Михайлович. Дело в том, что темы-то важные, а вот доклады были абсолютно пустые. Единственное, что я уловил, что Юрий Михайлович, у которого тоже нету рисков по показателям и прочим замечательным оценкам его деятельности, так вот Юрий Михайлович все-таки отметил, что есть проблема, а именно фундаментальный показатель, суммарный коэффициент рождаемости у нас провален в Республике Башкортостан. Несмотря на то, что у нас замечательно работает министерство, прекрасно осваиваются бюджетные средства. Все чудо, прелесть и красота. И вот эти замечательные программки, и под программки все, значит, бурлит и работает, однако рождаемость падает. Плановым показателем суммарного коэффициента рождаемости была цифра 1,72, однако сейчас мы имеем 1,652. То есть, и эта цифра, очевидно, меняться не будет в большую сторону существенно, соответственно, вот здесь мы провалились. Вот это меня всегда удивляет. Можно замечательно оценивать по всем этим лукавым критериям работу министерства, но тогда, когда основной критерий, основной показатель успеха или неуспеха очевидно провален, очевидно не достигнут, а какой вообще положительной оценки может идти речь, да? То есть Фазрахманов, например, будет рассказывать, как он героически борется с погодными условиями, а ведь показателем будет урожайность, показателем будет количество там скота, мяса, хлеба, молока и прочих вещей, а не его героические усилия. Однако мы все-таки идем в сторону того, что ведомства будут доказывать свою преданность и трудолюбивость, а вовсе не эффективность. А еще Юрий Михайлович высказал беспокойство о строительстве трех детских садов в городе Уфе. Он перечислил детский сад в Энорсе, детский сад в поселке Максимовка и в поселке Дмитриевка, то есть это пригородные территории, детские сады там на 31, 36 и 71 процент готовы, могут не открыться 1 сентября. Как-то вот нехорошо так об этом он упомянул. Хабиров стрепенулся, стал Абдрахимова допрашивать, когда что. Абдрахимов говорит, зуб даю, все сделаем в ноябре, в декабре. Ну, в общем, очевидно, что с этим проблемы есть. Ну, забавно, что и в этом докладе господин Мельников опять упомянул про те 21 детский сад, которые упомянулся в предыдущем докладе. Видимо, вот этот вот показатель 21 детского сада будет неким переходящим вымпелом из доклада в доклад, чтобы можно было хоть о чем-то хорошем говорить. Финальным докладом оперативки был абсолютно убийственный доклад исполняющего обязанности руководителя управления Федеральной налоговой службы господина Солнцева о наполнении Федеральной информационной адресной системы. Но более скучную тему найти было сложно. Члены кабинета министров уже окончательно остекленели, пытаясь пережить эту пытку. Господин Солнцев сообщил о том, что у нас есть ряд успехов в области наполнения Федеральной адресной программы, что мы достигли уже 92% наполнения этого ресурса, что мы занимаем первое место в ПФО и третье место по России. В общем, проблемы незначительные, достижения колоссальны. И на этом, ради Фаритовича, всеобщему удовольствию и радовести закончил эту оперативку. Перестали мучиться и разошлись. Учитывая то, что у нас сейчас все-таки предвыборный период, мы об этом не забываем, а кое-кто еще и работает на выборах. Не могу не поделиться новостями избирательной кампании Владимира Барабаша. На этой неделе стал более-менее понятен график поездок кандидата в главы Республики Башкортостан Владимира Барабаша. Первая поездка состоится в ближайшую пятницу в Сибай. Мы, наверное, завтра сообщим о времени и месте проведения встречи с избирателями. В Сибае большие проблемы с помещениями. Там мало просто этих помещений, где можно собраться. Но я думаю, что-нибудь найдем. Кроме всего прочего, продолжается история с нашим любимым Центрозбиркомом. Я напоминаю, что штаб Владимира Барабаша и кандидат обратились с просьбой разъяснить Центрозбирком и прокуратуру механизмы финансирования избирательной кампании ради Хабирова. Мы выявили тот факт, что определенные процедуры, которые случились в ходе его кампании, были совершены без продоплаты. Я имею в виду, например, размещение рекламных баннеров на счетах. И, собственно, ЦИК это подтвердил, потому что состоялось совещание в ЦИКе с участием Владимира Барабаша в том числе. И ЦИК подтвердил, что, да, баннеры были оплачены изготовлением, но не оплачено размещение. И ЦИК утверждает, что так можно делать. Вообще-то по законодательству так делать нельзя. Все процессы в рамках финансирования избирательной кампании идут по предоплате. И в данном случае ЦИК зафиксировал тот факт, что Хабиров и его штаб не оплатили размещение баннеров на счетах. Вчера мы получили письменный ответ от ЦИКа. ЦИК тянул сколько мог. Прокуратура переадресовала наш запрос тоже в ЦИК, и, в общем, мы получили вот этот ответ. Он был абсолютно лаконичным и абсолютно неподробным. Мы-то как раз просили разъяснить понятие предоплаты и в каких случаях оно применяется или не применяется. Но ЦИК ограничился ответом, что рассмотрев наше обращение, нарушений обнаружено не было. То есть мы просили не об этом. Мы просили о том, чтобы они разъяснили, возможно ли вот такой механизм реализации избирательной кампании и вот этих процессов. Собственно, нас очень устраивает этот ответ. И мы сейчас обращаемся в Центрозбирком Российской Федерации, который, я надеюсь, с большим вниманием отнесется к этой ситуации. Мы все еще полагаем, что данная ситуация это грубейшее нарушение, финансовое нарушение в ходе избирательной кампании, а именно финансовые нарушения являются поводом для отстранения кандидата от избирательной кампании. Посмотрим, как среагирует Центрозбирком в Москве. Я рассчитываю на то, что в свете последних событий в Москве или Александровне остро необходимы какие-то кейсы по наведению порядка в выборах хотя бы в регионах и, соответственно, она среагирует на вот это безобразие, которое творится у нас в Республике Башкортостан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова